Всем привет из Киева столица Украины, с вами Виктор Фурсов и сегодня 7 ноября 2020 года это видео хочется начаться со сцен борьбы с этим ужасным насекомым, которое так и очень хочет очень и очень и очень убежать и очень и очень меня хочет очень и очень укусить как бы вы знаете что это за насекомым видите она поднимает свои жвалы как как будто бы это скорпион но это вовсе не скорпион это тот самый маленький скорпион который живет даже возможно у вас на даче который быстро бегает который хорошо избивается но который не кусается ну конечно может быть он и кусается в вашем воображении но наконец-то я его поймал смотрите смотрите вот он снова поднял свои лапки и что это он поднял сверх как будто бы кусающий аппарат но это уховерка это уховерка та самая уховерка форфикуляре которая встречается даже у вас на даче и сегодня мы о ней поговорим и поговорим о том что это такое у нее за хвост что она хочет со мной сделать и почему на самом деле она маленькая сейчас посмотрим сколько их будет много вот видите какая она маленькая и для того чтобы познакомиться придется ее все-таки посадить чашку петры потому что она шустро бегает шустро бегать и все время хочет убежать от меня сейчас у нас тут сидит восемь экземпляров уховерточек так чуть-чуть поправим свет вы не так бликовало добавим парочку на других которые уже ловко убежали потому что я хотел открыть крышечку но не тут то было все убегают так добавляем еще чтобы у нас было 10 экземпляров чтобы вы удостоверились что будет когда у нас будет сидеть чашки петры 10 экземпляров уховерток будет ли они враждовать будет ли они активно бегать как они будут себя вести если мы будем им давать и разную еду итак начнем с того что это уховертки это отряд кожистокрылые уховертки дермаптера по латыни они очень интересные создания прежде всего своим поведением своим строением многих мне не нравится потому что они называются уховертки поверьте что они залезают в ухо спящего человека повреждают барабанную пиропонку совершенно ложная и безосновательно мы их попоем вот водичкой из этого еще покормим сладким чипсом если захочется я положил цветочек чтобы попробовать будут ли они цветочек но пока не к нему равнодушны и так как они устроены устроены они очень интересно потому что устройство очень красивая и привлекает внимание сейчас попробуем приблизить экземплярчик открыть шишку петри осматривать на них чтобы они не убежали и поговорим о строении этих интересных насекомых как мы видим они предпочитают общение фарфикулер регуляри тот самый вид который любит делать агрегации поэтому если у вас дачи и где-то вы бросили мокрую тряпочку или заглянули под камень там вполне могут сидеть уховерки потому что они любят кучковаться любят сидеть группой и так вот посмотрим на их строение внимательно конечно же мы увидели и задней части левой стороны спереди глаза голова сложная сердцевидной формы красивая имеются передние крылья коротой торы над к очень короткие роговые лишены желкования они напоминают собой надкрылья похожие как у жух жуков открылись сейчас мы дадим капельку водички может водички захочется посмотрим капельку водички вот и будешь пить пока что без внимания пока что лучше посидеть в тишине надкрылья напоминают элитры а вот задние очень интересные передний край более жесткий хитенизирован образует чешуйку которая примыкает нижняя веерообразно складывающаяся часть крыла спокойном состоянии это крыло складывается аж в три раза вдоль по складкам веера затем веер перегибается поперек и еще складывается так что укладывается весь под чешуйку переднего крыла поэтому крылышки задние не видны а сложены и спрятаны брюшко несет сзади нерасчлененные церкви которые превращены в клещи которые сильнее развиты у самцов и послабее у самок вот у нас здесь экземплярчик с коротенькими церками значит это самка сейчас а вот этот экземпляр уже с огромными показывает хвост это самец вот это вот самец с огромными посмотрите вот этого маленький неразветвленные и вот это вот большие разветвленные это самец и сейчас попробуем показать еще хвостик другого самца так самочка это тоже самочка а вот там клещи самца вот смотрите какие огромные клещи самца зачем же они нужны для того чтобы жалиться и кусаться нет совершенно нет это абсолютный миф не жалятся и не кусаются уховерткой их ими если даже вас кто-то и ужалил или укусил то это уж точно не уховерка а какое-то другое насекомое может быть сидевшие рядом комарик может быть оса пчела или кто угодно очень поверки любопытны так и норовят убежать из нашего террариума а некоторым это даже прекрасным образом удается поэтому придется их потихонечку пересаживать со спокойно ведущими мы проведем такой деликатный разговор о их строении и понаблюдаем за ними так тут столпотворение пучкование вот это вот самочка а вот это вот самец а вот самец который хотел убежать но вовремя попался назад вот они сидят здесь внутри фарфикуля урикулярии характерны кучкование как я сказал социальный образ жизни для некоторых характерен не социальные поэтому даже так визуально будут отличаться некоторые виды которые не любят групповать группироваться такие небольшие колонии а вот фарфикуля урикулярия любит быть и в группе как мы видим даже с немножко тек сладенькой водички их не привлекает их раздражает видимо сильный свет уховерки света боязливые насекомые поэтому они вот так притаились и ждут как бы куда-то спрятаться в тень поэтому они прячутся днем обычно все ли под кору деревьев под камни и этому помогает их плоская форма тела ниже такие плоские но здесь то они у меня не плоские они раздувшиеся наевшиеся толстенькие крупные виды даже летают однако они летают редко неохотно а вот мелкие виды летают даже чаще будучи потревожены они изгибают свой задний конец тела как вы видели в самом начале стараются ущипнуть своими клещами но для человека это практически не чувствительно у европейских видов уховерток имеется одно поколение в год зимой это плодотворенные самки толстенькие и ранней весной или даже зимой средней европе откладывают яйца причем кучками под корою или земле а самка что самое интересное охраняет это гнездо охраняет это гнездо и вылупившиеся примерно через 5-6 недель маленьких личинок коротеньких светленьких беленьких уховерточек зачем же нужны клещи клещи нужны при спаривании вот эти вот огромные клещи уховерток нужны при спаривании потому что совершает цену осенью самец и самки соприкасаются при этом друг друга задними концами тела клещами головами в разные стороны и обхватывают друг друга и брюшко клещами вот для чего оказывается нужны клещи они для того чтобы вас ущипнуть хотя конечно при схватывании они усиленно изъянаются и пугают своим внешним видом но не жалятся пища у них самая разнообразная смешанная и разном питаются и различными растительными веществами едают плоды и свежие плоды и въедаются даже в корешки растений мы подбросим вам например немножко растений что вы будете обратите ли внимание или боитесь все равно боятся лучше притаиться чем кушать видите надо в корне растений даже например в корне свеклы и также и хищничают наблюдается как они пожирают мелких насекомых например клей а мы сейчас проведем также эксперимент например подбросим туда мелкого насекомого например личиночку за фобуса что будет обратят ли они внимание на личиночку за фобуса так 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 подбрасываем маленькую личиночку с которой вы уж точно справились бы большой точно не справились бы с маленькой справитесь а вот с такой с маленькой с крохотной может быть справитесь по моему безразличие полное безразличие но тут еще внимание свет привлекает отвлекает поэтому лучше притаиться чем заняться едой для нападать на личинку но если бы это были паучки паучки вы сразу бы проявили свою активность часто питаются погибшими насекомыми что было хорошо здесь отмечено у меня и в садке сидят и тихонечко поедают погибшие трупики разных насекомых а вот на видите на дыщинок за фобуса пока что не набрасываются иногда могут причинять даже вред сельском хозяйстве в основном незначительной если уж они вас очень достали можно их создавать различные приманки создавая специальные приманочные убежища например раскладывать хворост куски коры разного пластика и собирать потом спрятавшиеся под ним уховерток то что уховертки залезает в ухо человека как я уже сказал это не обосновательно это фантазии и мифы у нас имеется сейчас распоряжение рот фарфикуля из под отряда фарфа фарфикуля идея фарфикуля арикулярия самый обыкновенный вид уховерток она такая смоляно-бурая с длинными усиками а клещи соприкасаются только в первой трети и имеется у самцов небольшой расширенный сильный зубец они распространены по всему миру даже были завезены в новую зеландию и северную америку в россии европе северной африке азии сибири северной америке и новой зеландии вот такие у нас сегодня интересные уховерточки которые правда сидят тихонько и не любят когда их беспокоят и не проявляет свой хищный норов а если вам поддать например вкусный сладкий бананчик что вы скажете на этот счет например шкурочку бананчик а обратите ли вы на это внимание на листики не обращают внимание главная особенность поведения это притаиться притаиться и сгруппироваться в группе даже и враг не страшен посидеть тихонько а потом может быть удастся куда-то убежать вот такие уховерточки надеюсь вам будут интересен этот первый рассказ про уховерток продолжим мы эти истории потому что уховерточки у нас живут террариуме хорошо себя ведут и по моему друг друга не занимаются каннибализмом а если для разведения то нужен более крупный террариум мои знакомые японские коллеги прекрасно разводят даже в террариуме несколько видов уховерток и потом наблюдают как они в почве откладывают яйца и ухаживают за потомством так что вот такие у нас сегодня уховерки напиши напишите видите видите процесс пошел покушать все-таки сладенького чего-то хочется выбор питания оказался правилен видим что наши собачки пришли покушать но некоторые 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 шустрые бросили кушать и сразу бегом попробуем их подогнать листиком к еде вот видите один экземплят очень хорошо кушает как собачка это шкурка банана сладкая явно хорошо вкусно пахнет можно подпитаться и соком и сладкой мякотью а что вы делаете остальные остальные прячутся мы сейчас подгоним кнутом давайте давайте посмотрим что вы будете делать только не убегать нет лучше все погруппироваться чем прижаться друг друга тесненько и сидеть никуда не разбегаться на этом будем заканчивать наш первый сюжет здесь вам было любопытно покажем сейчас весь садочек в котором сидят наши уховерточки ведь они хорошо себя ведут очень мирно то что я и беру руками вовсе не жалятся они кусаются за пальцы потому что у них нет мы выяснили что жвалы или церкви им нужны только при спаривании чтобы так общаться обхватывают друг друга своими жалами за брюшко а когда появляется пища конечно все таки можно и покушать продолжим наши сюжеты напишите нравится ли вам луховерки а то вот некоторые уже разбегаются некоторые разбегаются так-так-так-так-так-так-так один убежал бежал убежал убежал сейчас надо подбросить посмотрите как вот-вот-вот и как убегает ловки такой ловки только нашел правильную дорогу это будет сразу разбегаться особенно видите видите по краешку по краешку как хорошо бегает чуть-чуть 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 а там может быть куда-то тихонечко свалиться со стола не надо не надо сваливаться со стола где-то спрячешься пока пока не подписывайтесь на канал становись спонсором нажимай на лайк подписывайся на канал не забывай страница в патреоне для спонсоров канала ждет именно тебя тебя который хочет участвовать в развитии настоящей украинской науки заходи на страницу в патреон будешь в титрах каждого фильма будешь спонсором давай давай бегом 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 топ 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 клик-клик-клик-клик-ки ξинц клик-клик это так просто крик и так интересно да да интересно вы ещё не нажали на кнопку подписаться и что вы еще не зашли на страничку в патреон доктор exam tomolosji ézzy calor teacher заходите на страничку в патреон участвуйте в наших проектах поддерживать украинскую науку энтомологию пчеловодство и исследование по Насекомым? Да-да-да, это очень важно. Заходите на страничку Патреон. Йода вас туда приглашает, и я в том числе. Заходите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова